Башкирию В начале он был посвящен семи крупнейшим водоемам края – озерам Кандрикуль, Ектыкуль, Аслыкуль, Талкас, Павловскому, Кармановскому и Нугурскому водохранилищам. Семь серий телепроекта рассказали телезрителям об их теосфере, подняли экологические проблемы, показали богатый подводный мир этих водоемов. Сегодня телепроект вышел далеко за рамки семи водных жемчужин Башкирии. С каждой новой серией телезрители узнают о неизвестных реках, ключах и озерах родного края. Телепроект «Семь жемчужин» планирует новые экспедиции не только по Башкирии, но и за ее пределами. А потому мы приглашаем в сотрудничество всех тех, кому не безразлично судьба рек и озер, источников и водопадов, расположенных в их регионах. Информацию о нашем проекте можно получить на сайте «Семь жемчужин». Каждый год в декабре, несмотря ни на какие морозы, здесь, в районе Павловской ГЭС, на реке Уфа, уфимские подводные охотники проводят свой зимний фестиваль. Не стал исключением и 2011 год. Через несколько минут соревнованием будет дан старт, а мы будем следить за их ходом. Нынешний фестиваль пятый по счету, поэтому у членов Клуба подводных охотников «Толкас» уже есть свои традиции проведения фестиваля. За пять лет сложились и определенные правила, например, условия соревнований. Традиционно их участники стартуют у створа Павловской ГЭС, старейшего гидротехнического сооружения в регионе. Спускаться к реке приходится по очень скрутому склону. Того и гляди, упадешь на пятую точку и покатишься вниз к уборям. Заход в воду тоже не сахар. В декабре, три года назад, нырять в Уфу пришлось при температуре воздуха минус 25 градусов. Тогда подводные охотники при выходе из воды сразу же превращались в ледяных рыцарей. Но на этот раз условия были намного лучше. Температура воздуха сегодня минус 11. Это показывает наш автомобильный датчик. А какова же температура воды? Давайте проверим. Плюс 4. Не жарко. Итак, старт на Павловке. Финиш у деревни Яманпорт. Она в 5 километрах находится ниже по течению. То есть подводному охотнику нужно подрейфовать в ледяной воде целых 5 километров. Причем не просто тупо плыть по течению, а менять направление, подплывать к берегам, нырять в ямы, прочесывать акваторию. Словом, искать рыбу. Нашел интересное место, так скажем. Под бревнами сидели. Самые крупные, килограмм по 2,5, прятались. Что касается самой рыбы, тут тоже есть определенное правило. Судейская коллегия соревнований во время взвешивания засчитывает очки только по зачетным экземплярам. Судак, щука не должны быть меньше 700 граммов. Окунь и белорыбецы идут в зачет от 300 граммов. Сом от 2 кило. Налима зимой вообще нельзя промышлять. В декабре он не рестится. Других ограничений, кроме временных рамок, у подводных охотников во время соревнований нет. Но у каждого обязательно должен иметься специальный нож подводного охотника или стропорез. Это важная мера безопасности. Дело в том, что акватория реки Уфа от Павловки и ниже вся перегорожена браконьерскими сетями и самоловами. Попал в такую ловушку, запутался и все. И тем не менее, несмотря на все эти трудности, подводные охотники из года в год с неиссякаемым упорством лезут в воду. Ну, а я, наверное, сегодня нырять не буду. Что-то не хочется в ледяную воду после Красного моря. Лучше посижу с удочкой над лункой. Посмотрим, кому повезет больше мне или им. С каждым годом растет и количество участников декабрьских соревнований на реке Уфа. Расширяется и география их проживания. На Павловку приезжают подводные охотники из Туймазов, Нефтекамска, Дертюлей, Стерлитамака, Бирска. Естественно, из столицы республики – Уфы. В Уфе подводные охотники – самое организованное. Несколько лет назад здесь была создана республиканская общественная организация – Уфимский клуб подводных охотников «Толкас». Есть свой сайт и форум. На собранные членские взносы и добровольные пожертвования подводные охотники проводят различные мероприятия, в том числе и такие вот фестивали. И даже покупают мальков, карповых пород, рыб и запускают их в озера. В этом году толкасовцы, например, зарыбили озеро Кондрыкуль. Зарыбили озеро, запустили туда белого амура. Сейчас он уже, говорят, под килограмм вырос. Кстати, на Кондрыкуле ежегодно проходит летний фестиваль подводных охотников, который порой собирает до сотни энтузиастов. После окончания соревнований на традиционную уху, чучие котлеты, ну и всем удачи, чистой воды и достойных трофеев. На фестивале многие подводные охотники приезжают с семьями и с друзьями. И всегда на берегу их ждет группа поддержки, которая аплодисментами и радостными восклицаниями оценивает добычу каждого охотника. Здесь, в районе Неманпорта, находится точка финиша соревнований. С момента старта прошло почти 4 часа, и по нашим подсчетам с минуты на минуту должны появиться первые подводные охотники, свершившие свой дрейф по реке Уфа. Подождем, посмотрим, с какой добычей они выйдут на берег. Олег Курдиман увлекается подводной охотой уже третий год. По его словам, обнырял многие водоемы республики. Диому, Инзер, Кармановское водохранилище, озеро Кондрыкуль. Но в соревнованиях Олег принимает участие впервые. Тем не менее, с первого раза уфимский подводный охотник показал отличные результаты. Подстрелил 4 судаков и 1 щуку, общим весом 6,8 кг. Причем один из его судаков был признан судьями самым крупным на соревнованиях. За самую крупную рыбу! Курдиман, Олег! Грамота вам! Вообще, очень интересное соревнование, на самом деле. Познакомился со многими ребятами, рад видеть. Хотел посмотреть, какие результаты они достигнут. В принципе, я считаю, что неплохо сегодня отработал. Меньше повезло другому призеру, Андрею Михееву. Он взял на килограмм рыбы меньше, чем Олег. Тем не менее, третье место – тоже хороший результат. А больше всех настрелял рыбы Руслан Галиев. 10 судаков, щук и головлей. Вес его добычи превысил 7 кг. Без всяких колебаний жюри присудило Руслану первое место. И первое место! Кто? Галиев. Руслан! Работа! Ты не говоришь, сколько человек? Моноласту ему! 6 человек. Впрочем, без призов не остался ни один из участников фестиваля. Даже те, кто вышел на финише с пустым куканом, получили подарки. Ты не запущусь, я как-то охотно боялась. Я синий хочу. Как отметил один из участников подводного заплыва, выбранный участок реки Уфа был малоперспективным для охоты. Ровное песчаное дно, мало коряжника, где обычно прячется рыба. Однако, судя по результатам победителей, рыба в реке все-таки есть. Молодца! Это уже летом ближе к призову. Нужно ее только найти. Как оказалось, в проигрыше остались те подводные охотники, которые ныряли по фарватеру. Вся рыба в это время на реке Уфа держится возле берега, прячется в густой траве. Причем на совсем небольшой глубине, почти до метра. Те подводные охотники, которые разгадали этот секрет, смогли настрелять много рыбы. Впрочем, в завалах бревен возле створа плотины один из охотников видел настоящий трофей, но стрелять побоялся. При выстреле гарантированно гарпун ружья застрял бы в бревне, и вытащить с глубины большую рыбину было бы проблематично. Ну вот тут тоже судака, говорит, смотри. Субак, велки есть? А? Велки. 75 килограмм судаки. Больше даже. Вот. Смотрю, говорит, глаза мутные, гарпуном тронуло, он уплыл. Ну вот я тоже, вот, стоит вот такое вот бревно. Стрелять надо? Стрелять, не стрелять, думаю, стрельным гарпун застрянет. Угу. Потом он раз уплыл. Ну вот. Как бы там ни было, пятый зимний фестиваль подводных охотников удался. Это было видно по хорошему настроению всех, без исключения участников, по их радостным удовлетворенным лицам. А некоторые участники фестиваля даже решили остаться на Паловке после окончания соревнований, чтобы вновь попытать свое охотничье счастье в ледяных водах реки. Подводная охота удалась. Вот и закончился очередной зимний фестиваль подводных охотников. Но подводная охота на этом не закончилась. Зимний сезон только начался, и он продолжится в 2012 году. Следите за нашими программами, и будет вам счастье. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!